Мы возвращаемся с Тонбасса и я видел, общался и с нашими бойцами там на блокпостах и с участниками протеста против торговли олигархической с оккупированными территориями. А сейчас по дороге я посмотрел информацию, что правительство Украины с утра объявило, что могут быть верные отключения из-за, как они говорят, блокады поставок угля, а через несколько часов на встрече с премьер-министром Молдовы правительство Украины обещало увеличить поставки электроэнергии в Молдову. По-моему, у нашего правительства объем памяти аквариумных рыб. Но нельзя такие вещи делать. Нельзя себя саму перехитрить. На самом деле все очень просто. Мы имеем дело не с блокадой территории, мы имеем дело с олигархической блокадой Украины, в том числе и в энергетической сфере. Я в этом еще раз сегодня убедился. Надо вести диалог, надо вести диалог с обществом, надо быть порядочным и честным с обществом, показать все цифры. Я думаю, что все такие вопросы уладятся, если будет все открыто. И все остальное вы можете увидеть, посмотрев то, что мы сняли сегодня как раз в зоне этих протестов во время нашей поездки. Молодцы. Вы с Кокопойте с Караком? С Караком. Но там у вас супер харные люди. Скажи. Супер харные. А кухня какая? Кухня вот такая. Абсолютно. И цей фестиваль, и Иоанна Купала там была такая, что... Я вроде не говорил, я тут был. Больше не ходят? Или ходят? Нет, здесь не понимаете, какая ситуация. Здесь вот сейчас уголь стоит. Дальше станция Афинольная, там еще стоят три состава. Все как на Майдане было у нас. Здесь готовим пищу. Сделали стол. Ну, здесь будем говорить, палатки здесь у нас. Было решено питание штабом блокады торговли на крови, сделать, перекрить, поки залезничный рух. Ну, я думаю, далее решается питание, чтобы перекрить еще и дорожный рух. Для того, чтобы туда не ездили Ахмитовские фуры по Украине. Для того, чтобы туда не везли харчи, АТБ, всякие фирмы, зараз, которые находятся на педконтрольной территории Украины. То есть полностью перекритый рух. Идет торговля через оккупационную линию. Народ Украины не владеет ни цифрами этой торговли, никто получает доход. Вот Ахмитов покупает уголь на своих же сахтах за 500, 600, 700, максимум 800 гривен. Потом он покупает у себя через линию, как только он пересекает эшелон, за 1800-1900. Потом он перепродает остальные украинцы за 3, 4, 5 тысяч. Он перепродает своим ТЭЦам, откуда он перепродает 3 дорого еще электроэнергии украинцам. Он получает сверхприбыли. Этот олигарх, как и все олигархи, это враг Украины. И этот человек продолжает жить в Вольгодном Киеве, строит дворец под Киевом, получает сверхприбыли. И пока он получает сверхприбыли, война продолжается, есть стимул продолжить эту войну. Ахмитов купил шахты на Волыне, купил шахты в Львовской области, их закрыл. Оставил шахтер без работы. Потому что в Львовской области на Волыне нельзя вести манипуляции. Эти все разговоры, что если нет угля, в Украине не будет света, не будет тепла, это ложь. Это ложь чистой воды. И это экономически очень легко доказать. Есть шахты в других регионах Украины, за ту же цену можно купить уголь в других местах. И если даже покупаете этот уголь, можно объяснить, сначала надо объяснить, почему такая сверхприбыль. Как только Ахмитов сделает верное отключение, немедленно его арестовать. Немедленно посадить в камеру. Нет. И заставить из своего кармана заплатить за уголь ту цену, взять уголь где угодно, из своего кармана, продать его дом, творец под Киевом, продать его множество имущества по всему миру, и заставить его вернуть деньги украинскому народу. Как только Ахмедов будет посажен, я вас уверяю, никогда в жизни у него не будет желания кого-то отключать и кого-то замораживать. Продолжение следует...